Ну что ж, ребят, пришло время подводить итоги конкурса на кредиты, которые были в ролике про блокировку ютуберов. Там мы разыгрывали тысячу кредитов. Победители, которые получили эти кредиты, вы их видите на своих экранах. Отпишитесь мне в личку на ютубе, чтобы получить свои кредитики вам на счет. Ну а сегодня, те, кто не выиграл, я прошу не расстраиваться, потому что я запускаю вновь новый конкурс на такую же сумму, на тысячу кредитов. Так что, если вы хотите поучаствовать в этом конкурсе, получить халявные кредиты, то вам нужно выполнить всего парочку простейших условий. Первое, вам нужно подписаться на канал Марка, ссылка на него будет в описании. Второе, это оставить любой комментарий под этим роликом. Ну и можете поставить лайк по желанию. Всего пара действий отделяет вас от заветных кредитов, которые вы можете потратить как на коробки удачи, так и на что-то более полезное. Все условия также прописаны в описании, участвуйте, ну а я в свою очередь желаю удачи. Каждому. Всем привет, ребят, с вами Уник, и сегодня я бы хотел с вами поговорить об акциях, которые за последние два месяца нашего варфусика, мягко сказать, зачастили. Да, очень часто стали всякие акции появляться, убираться и в общем тому подобное. Но еще перед началом я бы хотел кое-чего подметить сразу заранее, чтобы потом вопросов этих не было, потому что когда я обычно играю с золотыми пушками, меня очень часто спрашивают откуда, выбил ли или как ты получил. Дали мне ее на 7 дней, цзэшечку уже довольно-таки давно и в общем я с ней немножко поиграл, чтобы потестить ее, так сказать, и вот собственно вот так вот, да. То есть от админов я ее получил и не выбивал, потому что ну на золото мне реально рассчитывать походу не стоит, я золотую пушку вряд ли когда-либо выбью, ну потому что тратить на нее реально много нужно или нужно быть нереальным везучком, чтобы выбить ее с пяти коробок. В общем как-то так, да. Ну и давайте начнем по поводу акций уже говорить. В общем я сел немножечко, почитал и понял то, что за последние два месяца в игре у нас было только, вдумайтесь, 25 акций минимум. Да, именно столько я насчитал за два месяца Warface, начиная от 1 августа и заканчивая сегодняшним числом. Возможно их на 2-3 штучки больше, мог я некоторые конечно же пропустить, но в сумме примерно 25 штук и более. За август у нас было около 10 акций, это считая возвращение доната, там акция на удачный выстрел, какие-то коробочки, ну в общем тому подобное. А за сентябрь у нас уже получилось их более 15. И я вам скажу то, что это много, потому что некоторые могут сказать, ну в принципе не так, то и печально все. Но ребят, поймите то, что в том же 15 году, в 14 году или даже в начале 16 года акции, нет, в начале 16-го их наверно уже побольше стало. Но вот в начале 15-го года, в середине 15-го акции появлялись 1-2 раза максимум в месяц. То есть это по стандарту была какая-нибудь акция на пополнение счета на кредиты, то есть там плюс 30% к любому пополнению, там плюс 20% к платежу, если бы за донатить больше тысячи кредитов, удачный выстрел какой-нибудь и тому подобное. Ну и плюс еще акция одна была по возвращению доната. Да, раз в месяц ее уже в 15-м году стабильно в принципе вводили, возвращали, если мне не изменяет память. Ну в общем, 1-2 акции в 15-м году были. Сейчас же у нас 25 акций за 2 месяца. Я даже не знаю, это реально много, некоторые из них просто уебанские, такие как вот с золотой АХ был, что там, кубики бросать, да? Это просто убогая акция, в которой практически ничего нереально сделать. Вот буквально когда недавно этот пинтбол от Warface, где неебическое количество дымов выпадает, вместо нормального, какой-нибудь полезного шмота, вам падают дымы, которых у меня более 2000 штук. Ну зачем они мне нужны, я серьезно не понимаю, это, причем там, что это платное все, как бы это не за бесплатное, ты трачешь кредиты, тебе падает дым, которого у тебя и так до хера. И также и дофигища подобных бесполезных, но и тупейших акций у нас было, но были и довольно-таки неплохие акции касательно пополнения счета, потому что я частенько закидываю кредиты. И тут еще получается то, что тебе на халяву, либо они возвращаются в двойной сумме, либо же просто плюс 30%, либо же когда была акция с КТАРом. Да, довольно-таки неплохая, но опять же с подвохом, потому что там тебе нужно обязательно выбить КТАР, чтобы получить кредиты обратно. Это, как по мне, ну немножечко нечестно. А плюс вот буквально недавно началась акция, она еще не закончилась, даже акция с магмой, где нужно выбить три доната, и тебе на халяву придет еще три. Это тоже довольно-таки неплохая акция, но опять же не нужно думать, что админные очень щедрые, и то, что дарят вам донат бесплатно. Понимаете, они эти кредиты рисуют миллионами. Они могут сделать так, чтобы у кого-то было миллион кредитов, миллиард кредитов, могут сделать, чтобы у кого-то был фулл донат. То есть им это вообще никакого убытка не составляет. Они это все делают буквально за пару секунд, не тратя ни малейшего рубля на то, чтобы вам, допустим, пополнить счет в игре. Так что, если вы думаете, то, что ух ты, акция с возвращением удвоенных кредитов крутая, админы щедрые, неужели они такие добрые стали на самом деле? Нет, это просто акция для того, чтобы вы за донателей, вам вернулась двойная сумма, как бы админы от этого, по сути, ничего не теряют, но при этом людей все больше и больше вкидывает, и это довольно-таки выгодно. Вот еще плюс, буквально вчера или позавчера, акция с випкой довольно-таки неплохая, на мой взгляд, появилась всего лишь за 100 рублей, ребят, всего лишь за 100 рублей вы можете получить випку на 3 месяца на 3 серверах. Это серьезно, жестоко, это просто вот реально очень хорошая акция, вот за нее, вот только за нее я могу вот респектнуть админом, потому что всего лишь за соточку вы получаете 200 кредитов на счет, они у вас не тратятся. Плюс еще випку на 3 месяца на каждый из серверов, конечно, это сделано, потому что на випку уже никто не донатит, и да, довольно-таки халявная получается випуська, я чисто закинул сотку кредитов с коинсапа, и мне как бы 100 рублей точнее, да, и мне пришло випка на 3 месяца, и я, в принципе, сейчас не так сильно ухожу в минус по починке, потому что бегаю я в топовом шмоте, да, и это реально круто. А вот что касаемо акции с Глоком, то тут админы жестоко всех наебали, не всех, но некоторых людей уж точно. Один из таких примеров я знаю, то, что Элис крутил второй Глок ради скина, слил он на него 5000 кредитов, напомню, у него уже был Глок, и крутил он второй только ради скина, ради обычного скина, который ничем практически не отличается, кроме того, то, что чуть-чуть светлее. Глок Платина, или Патина, Платина вроде бы называется, он потратил 5000 кредитов и выбил скин. И буквально вчера админы вводят такую хрень, то, что некоторым пользователям уже предложили купить этот скин за 300 кредитов. Это шикарно, это круто, да, конечно, вы не получаете вместе с ним Глока, так что, если у вас нету Глока, то, в принципе, вам акция это бессмысленно, но все равно, много же людей таких, которые реально тратили кредиты на то, чтобы выбить второй Глок ради скина. Лично я сам хотел это сделать, но потом понял, что это уже все, это перебор, на это я точно не буду вестись. Но тут реально появляется акция такая, то, что приходят некоторым пользователям сообщения, такие, как, помните, с нано-костюмами, вот, в левом нижнем углу возле ника, то, что вы можете приобрести Глок, скин, камуфляж, камуфляж для Глока всего лишь за 300 кредитов. Да, вот так вот и получилось, то, что некоторые, возможно, слили и больше, чем 5000 кредитов ради скина, а тут буквально через денек им предлагают его получить всего лишь за 300 кредитов. Ну, как по мне, это реально нечестно и реально просто, у меня даже слов нету. В общем, акций реально много и я надеюсь, что это все окупится, потому что, если ничего такого крутого, масштабного не произойдет, допустим, как прилив новых игроков, там, в 10 раз больше, чем их сейчас на данный момент, супер рекламная акция, вот, топовый новый режим Асада, как мне удалось узнать, он будет проходить в здании, типа, ликвидации, но это, опять же, неподтвержденная инфа, короче, вот. Вот, если не будет такого же прилива игроков, как во время зомби-режима, потому что тогда реально много новичков пришло, и сейчас это очень нужно Warface, и сейчас огромный спад онлайна, сейчас комнаты ищутся по несколько минут, даже самые популярные, такие как Мотель, Пригород, Ангар, Нефтебаза, D17, ну, D17 быстрее ищутся, конечно, но все же, то есть, да, это огромный спад для Warface сейчас в плане онлайна, и я надеюсь, то, что именно вот это вот акция, акции все, они как-то повлиют на то, чтобы в будущем, я надеюсь, уже через месяц в октябре, как мне сказали, будет Асада, а в октябре уже пойдет эта вся рекламная акция, и новички повалят в игру толпой. Это и просмотры на Ютубе повысятся, да, потому что на Ютубе сейчас тоже у всех абсолютно огромный спад, вы можете поставить там за, допустим, июнь, июль, август, просмотры и сейчас, то есть сразу видно то, что просмотры упали, онлайн в Warface, упал, плюс еще начало учебу, все в школе, все дела, и, в общем, да, это как-то повлияло. В общем, ребят, будем ждать, будем надеяться, что админы реально сделают что-то годное, и это все, все акции не пойдут даром. Ну, а на этом я закончу, огромное спасибо всем за просмотр, всем, кто досмотрел, дослушал меня до конца, желаю всем удачи, сам был Лоник, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok